Добрый день и добро пожаловать на прямое включение из Лондона. Организация экономического сотрудничества и развития представила положительные прогнозы по росту экономики Великобритании. Теорий Мистер Эйш, представитель CIBC, расскажет нам о том, что он думает по этому поводу. Теорий Миндагна были опубликованы данные по росту ВВП Великобритании. Они вполне оправдали ожидания рынка. Как вы думаете, чем они были обусловлены? Был отмечен значительный рост по натоэкспорту. Эти данные оказались довольно неожиданными. При этом некоторое разочарование было вызвано сокращением инвестиций в бизнес-сектор. Такая динамика в основном была обусловлена низкими ценами на рынке нефти. Но такое негативное влияние может иметь краткосрочный эффект действия. Данные по выделительскому сектору оказались немного ниже, чем предполагалось. Однако в целом, стоит подчеркнуть, что начало этого года стало довольно успешным для экономики Великобритании в целом. Организация экономического сотрудничества и развития представила положительные прогнозы для экономики Великобритании. Но они по-прежнему беспокоены их продуктивностью. Подобное беспокойство также возникает у них в отношении экономики США. Возможно, это вызвано тем, что мы выходим из глубокой рецессии или же есть другие причины. Я не думаю, что по этому поводу нам стоит крайне сильно беспокоиться. Это проблема не только США и Великобритании. На сегодняшний день многие западные страны не соответствуют необходимому уровню продуктивности. Также я полагаю, что сокращение инвестиций – это всего лишь временное явление. Мы ожидаем на более сильный и устойчивый рост экономики в течение этого года, а также следующего. Напомню этого, мы увидим рост инвестиций в бизнес-сектор, а это, в свою очередь, позитивно повлияет на уровень продуктивности в долгосрочной перспективе. Если мы представим мир без всеобщих выборов, это сложно сделать, но тем не менее, особенно учитывая, что в мае в Британии придут выборы. Как вы думаете, что эти данные означают для политики правительства с точки зрения жесткой экономики? Процесс жесткой экономики продолжается. Я думаю, что основной сценарий, следующий, предположительно, что данный процесс не должен негативно или как-то сильно повлиять на активность роста экономики. Стоит сказать, что по росту ВВП мы отметили начало восходящей коррекции. Это то, что касается непосредственно самой траектории роста. Я полагаю, что в какой-то степени это соответствует дальнейшим действиям Центрального банка Англии. Темпы роста экономики будут лучше, чем мы предполагали. И накануне предстоящих выборов это станет некой поддержкой для экономики Британии в ближайшие 12 месяцев. Давайте поговорим о предстоящих выборах. Стоит сказать, что нынешнее правительство относительно хорошо справляется с восстановлением экономического роста. Как вы думаете, выборы могут повлиять на политику жесткой экономики в дальнейшем? Есть некое заблуждение в отношении самого утверждения о том, что экономика Великобритании растет. Потому что обычный человек на себе этого не замечает. Мы должны увидеть повышение уровня заработной платы. Но как только это произойдет, население страны сможет полноценно на себе ощутить позитивную динамику роста экономики. Но вопрос заключается в том, смогут ли консерваторы до выборов повысить уровень заработной платы. Именно от этого напрямую зависит исход голосования. А главный вопрос заключается в том, каким будет новое правительство и как скоро будет сформирована коалиция. Что касается валютного курса фунта стерлинга. На сегодняшний день доллар США и фунт стерлинг поднеплены сильными положительными данными по росту экономики. Стоит ли притяживаться длинных позиций по фунту стерлингу в дальнейшем? Я думаю, пока какое-то время можно удерживать длинные позиции по валютному курсу фунта стерлинга. Насколько это положительным будет данный восходящий тренд, сложно сказать. В течение последних нескольких недель мы отметили довольно большой рост по курсу фунта стерлинга. Если пара фунта доллара будет торговаться на уровне 1,56, а пара евро фунт будет ниже отметки 0,73, тогда, возможно, вам следует сократить свои длинные позиции. Учитывая предстоящие выборы, ситуация в стране не совсем стабильна. Политическая неуверенность влияет на международных инвесторов. Следовательно, накануне выборов, скорее всего, по валютному курсу фунта стерлинга, мы увидим разворот тренда. Как ко всему этому относится Марк Карни? Давно я прочитала о том, что он сказал, что низкие цены на нефть позитивно влияют на экономическое восстановление страны. Что это может означать для комитета по монетарной политике с точки зрения повышения статки процента? Центральный банк Англии хочет сохранить убеждения рынка в том, что ставка процента будет повышаться, но они пока не намерены спешить с этим решением. Потенциальный рост экономики выше, чем прогнозировал Центральный банк Англии. На фоне этого, возможно, Центральный банк будет вынужден повысить ставку процента раньше, чем ожидает рынок. Во второй половине этого года, при условии, что выборы продут успешно и в пункт стерлинг продемонстрирует рост, скорее всего, что Центральный банк Англии немного повысит ставку процента. Показательный Джореми за его комментарии. Оставайтесь с Дуга Скайпи ТВ. На сегодня все. Издание.